Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения! С вами Рэй и продолжаем играть в игру Fallout Shelter. Так, поехали! Что у нас тут? У нас тут много чего, да? Так, я смотрю, у нас и уровни ребята тут понаполучали. Очень много даже кто. Так, энергия моя. Всё, это моё. Согребаем. Так, этих ребят надо впустить, я думаю, да? Собираем. Так, черчёж. Так, новая. Новое лазерное ружьё. И бежит у нас ещё один Ахламоныч. Давай, заходи. Открытая новая комната у нас, кстати. Это хорошо. Мы посмотрим обязательно эту комнату. Так, уровень 2. Ну, это вообще кислое. Третий уровень. Да что у меня за новобранцы-то такие ещё? Солобончики, скажем. Меня это не совсем устраивает, а ты тоже третий уровень. Ну, вам, ребята, ещё расти и расти. Как говорится, вся жизнь впереди. А вот и моя Сара. Сарушка-красотуля. Заходи, мой эпический герой. Ну, что так долго вы её впускаете, а? В конце-то концов. Дама должна заходить в первую очередь. Ну что, давайте мы с вами посмотрим переноску. И кто нам здесь достанется? Киса. Опять котик. Так, и что у неё? Урон плюс 6. Калипсо. Урон плюс 6. Так, погодите-ка. Где-то здесь у нас незнакомец. Я слышал только что ионную музычку. Но найти почему-то не могу, ребята. Не вижу, не вижу я его пока. Вот он, вот он, хламоныч. Захотел от меня спрятаться, но не тут-то было. Так, барочня, что у тебя? 12-17. Лазерное ружьё. А у тебя, я смотрю, вообще, братишка, ничего нету. Но зато у тебя раскачана С-очка. На-ка, наверное, мы дадим тебе улучшенный дробовик. Будешь с ним ходить. Так, ребята, что-то я хотел сделать. Я же забыл. Запамятал, представляете? Так, а почему эти хламоны у меня тут слишком много ходячих? Так, это кто у нас? Ха, ну рейдеры, ладно. Так, эти у меня тут на готове. Давайте, нет. Нет, она сюда у меня не поместится. Тут всего двое могут стоять. Так, калипсо. Пускай будет у неё котёнок. Она будет на 6 единиц, я так понимаю, наносить урона больше. Всё-таки 6 к урону. 12 уровень здесь. Слушайте, а где моя бутылка с крышкой? Я не могу понять, а? Куда это они делись-то? Ушли, что ли? Покинули меня. А мне ребята только недавно написали, для чего они здесь нужны. Они просто когда танцуют, видите ли, у меня в помещении. Если я, например, буду кликать на крышку во время танцев, я буду получать крышки. Если на бутылку, буду получать квантовую колу. Чёрт, если бы я это знал раньше. Ну давай, давай, рейдер, хорош. У меня время идёт, ёлки-палки. Всё, отбились. Кожаная броня, ну нафиг вам не нужна. Так, у меня 5000, ну почти, грубо говоря, 6000 крышек. Где тут у нас новая комната-то открылась? Мастерская тем. Угу. Давайте-ка. Нет места для встретиться, чтобы продолжить разбитие мешающей камень. Блин, тут ещё и камни мешаются, да? Где? Давайте-ка мы с вами... Ага, вот. Теперь-то я думаю, всё нормально будет? По идее, должно быть, вот у меня чистое место для целой комнатушки. Так, давайте-ка мы... Да ё-моё, да... Не здесь. Оно... Да что мне тыкать? Вот здесь. Так, мастерская тем, ищем её. Вот она. 3200 стоит как раз. И я так понимаю, здесь, ребята, мы с вами сможем... А я даже не знаю, что это, если честно, что за мастерская тем. По-моему, я ещё ни разу не пользовался ей. Так что потом мы с вами это посмотрим. У нас до сих пор ещё ничего не собрано. Нету полного комплекта чертежей. Девятый уровень. Ну, вроде бы... Так, а вот у нас и бутылочка пришла. И крышка там бегает. Ладно. Как-то они появляются, да, из ниоткуда. Ну, ладно, пускай ходят. К бабушке в гости у нас. На 10 часов задание. Давайте-ка мы сделаем с вами. Я хочу просто сделать все новогодние ивенты и квесты. Потому что они потом исчезнут. И их уже нельзя будет повторно пройти, ребята. Так что... А те, которые у нас висят обычные, они у нас будут висеть до последнего. Так что будем в первую очередь выполнять новогодние. Я думаю, вы со мной согласитесь насчёт этого. Так, ну что, я думал, вот столько хватит. И... Радпаки ещё. Так, начнём, наверное... Начнём сразу. Подожди. Давай, короче, мы сделаем так. Ага. А у меня бы и не получилось бы начать сразу. Потому что всего две ядерные колы. Ладно. Короче, одно задание у нас уже пошло, как говорится, на выполнение. Давайте-ка посмотрим, что у нас ещё тут есть. Так, это не то. Задание недели мы как-нибудь перебьёмся. А вот. Рождество в лагере рейдеров. Так, и, по-моему, всё, да? 8 часов. Давайте, ребята, мы с вами приступим тоже к его выполнению. Так, Александра возьмём. Потом мне нужен... Так, погоди, погоди. Ага, Джуди. И будет у нас... Третий, третий. Где же он? Нет, нет. Не но. Хотя вот собачка, это было бы неплохо, да, ребята? Переставьте, кстати, моему лучшему рейдеру. Давайте мы нафиг его заменим. Он всё равно какой-то сам по себе ватный и слабый. Нам нужен мой легендарный. Где он там? Что ты делал? Вот. Вот. Вился. Вот такую компанию можно вполне отправить. Я, правда, честно говоря, забыл, как ему подхилить жизнь. Ладно. Это не важно. Давайте их снаряжать. Там потом дохилиться, если что. И будем назначать задание. Так, ну что же. Теперь нам придётся немножечко подождать, когда они у нас добегут. И будем выполнять уже миссии. Ну, естественно, 8 и 10 часов так быстро у нас не пролетят. Нам придётся с вами делать, так сказать, рекламную паузу. Ну, для вас это будет пауза. Для меня это будет, извините меня, наверное, сутки. Но, тем не менее, всё равно мы будем с вами продолжать. Так, этот у меня стоит здесь на складе. Какого лишнего он стоит у меня здесь, а? Давайте мы всё это заберём. Так, один с ту уровня он у нас получает. Так, он у нас по С. С и П. С это у нас электростанция, а П, честно говоря, я не помню. Пускай в баре сидит. И тусуется. Ну что, вроде бы, как здесь всё я сделал. Так, создать я, опять же, по-прежнему ничего такого путнего не могу. Всё обычные зелёные шмотки, даже синих нету. Но, да не беда, скоро это будет поправимо всё. Так, нет. Стой-ка ты, наверное, здесь. Хотя у тебя есть. Причём очень слабо. Разве-то? Давайте-ка мы её поставим с вами немножечко подкачаться. Да, в тренажёрный зал мы её отправим. И пускай она потихонечку здесь будет развиваться у нас. В качестве С, буквы С. Ну, сила. Стронг. Так, ладно, здесь у нас... Да что ты, ёлки-палки, это уровень. Одиннадцатый уровень, да? Очень много слабых у меня, конечно, персонажей. Практически все. Ну, как видите, не очень сильно к нам бегут всякие там люди с пустоши. Ну, да не беда. Скоро это всё будет поправимо. 55 жителей нужно, чтобы я мог сделать уже три задания. Да, придётся нам долго ждать. Ну, что ж, ребята, давайте тогда мы с вами сделаем, наверное, паузу. И увидимся уже где-то через часиков 10. По крайней мере, уже будем делать с вами миссии. Так что далеко не расходитесь. Ну, что ж, дорогие мои друзья, давайте с вами приступим. Время у нас прошло и стекло. О, ух ты, ух ты, набираем-набираем всё. И у нас лаунчбокс. Сейчас мы его посмотрим. И я смотрю, у нас житель какой-то новый. Кто такой? Самуэль Дункан. Ха-ха. Такой бежит, бежит. Зима ядерная, он бежит в штанишке, в пичачке. Налегке. Ладно, шишник. Так, и что у нас здесь? Ага. А, тут у нас даже один чувачок по максимуму развился. Хм. Это, я думаю, недурно, да? Видите, максимум. Так. Что, подожди, подожди, подожди. Где-то я слышал звук. Звук незнакомца. Ну, я его пока не вижу, ребят. Не вижу. Не вижу. Не вижу я, чёрт подери. Так, ладно. Это всё у нас по максимуму. Может быть, его куда-то отправить, а, ребят? Всё-таки он здесь раскачался уже по максималке. Пускай, наверное, качает себе силу. Ну, а у нас, вы не забывайте, есть задания сегодня. И мы их будем с вами делать. Так, что здесь у нас? Плюшевый мишка, как я рад. Крышки 100. Костюм. Тайный агент. Хм. Антирадив. И? Ну, неужели? Неужели мне дали ещё одного жителя моего убежища? Вот он бежит. Царь или кто он там? Король. Хе-хе. Так, давайте-ка мы наденем костюмчик, который мы только что с вами нашли. Он на И. И-4. Тайный агент. А ну-ка, посмотрим, как выглядит. Слушайте, довольно неплохо. Мне нравится. Ну что? Да подожди ты, я ещё не это хотел сделать. Ребят, ну. Ну что вы вот? Дайте мне впустить-то жителя моего. Так, у него раскачана буковка Л. Открыта новая комната. Ну, это что у нас будет за комната такая? Игровая комната. А, Л это у нас удача, ребята, оказывается. Ага. Угу. Поставить я её пока не могу. Давайте вот этот камень, наверное, с вами уничтожим. Вот так вот. Строить или развить. Сразу же начинается нападение рейдеров там или ещё кого-нибудь. Прям как по закону подлости. Так, ладно, они у нас с чем? С мечами. Так, погоди ты, я ещё не собираюсь выполнять задание. Что вы всё мне тыкайте на эту фигню, блин? Дайте разобраться с рейдерами. Так, у тебя что? Оружия вообще никакого нет? Ладно. Вот так вот. Ну, справимся, нет? Мы с этими сосунками. Да по идее должны. Так, подхилить, подхилить. И тебя, родной, тоже надо подхилить. Так, одного рейдера завалили мы. Это уже хорошо. Ну, давай ты, ёлки-палки, падай, а? Всё, взгрустнул. Значит, сейчас упадёт. А это по сматкам даёт. Так, наверное, мы... Да, продадим мы это ружьё. На четыре, а ну нафиг нам не нужно. Так, залупять можно? Можно. Крышки, как говорится, лутанули. Ну, давай, дворянин. Бомби. Что ты там? А, костюм средневекового правителя. Давай-ка мы тебе лучше что-нибудь другое наденем. Вот так ты будешь посолиднее, я думаю. Ну, ай, не добил. Ай-яй-яй, ну ты и волуха. Я надеюсь, этот робот-то у меня выживет. Слушай, а как можно подхилить роботу жизни? Ребят, если кто знает, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я смотрю, у него уже пол-ХП, и он долго так не протянет. Может быть, есть какой-то ремпак, который может чинить наших роботов. Ну, сами. О, ну хорошо, здесь он упал сразу. А когда будут когти смерти, такой фокус уже не прокатит, ребят. Так, что у нас тут? Уровень какой? 14 уже. Хорошо. Так, ну, а теперь давайте ставить игровую комнату на конец. Причем, главное, игровая комната развивает нам удачу. С чем это связано, не пойму. Ну, ладно. Раз удача, так удача. Она нам всегда пригодится. Кстати, удача, наверное, влияет на крит, скорее всего, да? Или на поиск каких-нибудь шмоток редких. Ну, что ж, давайте начинать с вами задание. А то там, смотрю, ребяточки у меня уже заждались. Так, и это у нас будет Рождество в лагере рейдеров. Поговорить с боссом Макс Круджем. Макс Круджем? Хорошо. Ну, здание не такое же большое. Я думаю, быстро мы сейчас с вами здесь пробежим все это дело. Так, и встречают нас рейдеры. Опять же, недружелюбные. Хотя, Рождество на носу, да? А, как видите, они очень агрессивные. Ну, у них, видимо, такая жизненная доля плохая была, что они не рады никого видеть и хотят просто по-быстренькому умереть. Я, в принципе, делаю им одолжение, грубо говоря. Так, что это такое? Какой-то кусок мяса, рулет. О, а вот это хорошо, вот это замечательно. А ну-ка, давайте-ка мы с вами проверим. 16-17. Слабовато ты. А для тебя? О, давайте сюда поставим, потому что есть вероятность и на 17 бомбануть. А у тебя, детка, а у тебя такая же. Ладно, продолжаем движение. И опять рейдеры, да? Вражебные. Мой подарок! Пуля в голову! Ну вот и получил пулю в голову, дуралей ты, непутевый. Эх. О, черчешь. Так, что у нас вот? Опять рейдеры. Вот так мы-то пришли, да, ребята? Нараздавать подарки. Только одного за другим валим. Ух ты, а вот это уже хорошо. Посмотрите, какая пушка мне выпала. Нет, я ее должен немедленно примерить. Так, давайте-ка заценим. Угу. О, 17-18. Довольно недурно. Все. Так, здесь у нас 16-18. Но менять здесь мы ничего не будем. Так, пускай все остается. Это у нас Тимати Уилсон был. Так, коробочка лежит. И нам дали вентилятор. Который нам нафиг не нужен. Так, а, Уилсона мы смотрели. А мне нужен вот здесь. Погоди-ка. Ну-ка, 16-17. Ну, в принципе, нам нечего менять. Пускай так вот и будет. У нас пиджачок нашли. Опять рейдеры. Слушайте, а довольно быстро мы сейчас разбираем. Помните, раньше нам приходилось вроде бы по два раза стрелять. А сейчас по залпу. И они у нас отдыхают. Видимо, мы растем. Это хорошо. Я возьму все, что найду. Ну, это и ежу понятно. Что мы будем забирать все здесь, что найдем. И что залутаем. Потому что мы рискуем, как говорится, своими жизнями. И достойны хоть чего-нибудь здесь стырить. Так, давайте заберем крышки. Вот так вот. И, да вы посмотрите, одни рейдеры. Вот они как назойливые мухи. А-ха-ха. Вот и мы выявили с вами слабое звено. Вот этот чувачок не дотягивает до профи. Потому что не смог сразу грохнуть человечка с первого выстрела. Ладно, ему прощается. Так, нам придется с вами подниматься на верхние этажи. И здесь дальше проверять все. Раз, два, три, четыре. Четыре этажа у нас тут осталось. Ну, быстренько сейчас пробежим их. Я бы даже сказал, и глазом моргнуть не успеем. Как мы здесь все с вами облазим. Здесь, ага, опять рейдеры. Опять эти хламоны. Оу, теперь я вижу два слабых звена у нас. Ха-ха-ха. Нет, ребят, ну это, видимо, зависит от того, что какой-то рейдер носит определенную броню. У него защита получше. Поэтому мы их сразу не можем завалить. Так, двадцать девятый уровень у меня получает Уилсон. И это хорошо, ребят. Это очень замечательно. Потому что чем выше уровень, тем лучше у него навыки и способности. Ну, давайте, давайте, елки-палки. Ну, что вы размусоливаете? Они всего лишь что тут. Одна с ножичком, другая там... Другой с каким-то там обрезиком непутевым, никудышным. А вы на них смотрите, как бараны на новые ворота. Забегаем сюда. И, о, смотрите-ка, что-то будет. Помощники Санты. Ну, в этом году мы были очень непослушными. А теперь давайте сюда все, что у вас есть. Так, я думаю, что у нас осталось только праздничное веселье. Давайте что-нибудь споем. Интересно, что они на это сделают. Знаете что? А почему бы и нет? В небе звездочка зажглась. Так. Мы просто должны идти дальше. То есть, они даже не стали на нас нападать? В принципе, им повезло, ребят. Ладно, как говорится, в честь раздельства мы сделаем им подарок. Подарим жизнь. Да? Я думаю, что это достойный подарок для них. Ну, а эти охламоны как вели себя плохо, так плохо и закончат. Сейчас мы их здесь и положим, как говорится. И будут лежать их тела безымянные, никому неизвестные. Короче, шиш с ними. Мы, главное, здесь все залутали. Забираем с них крышки. Ага, мне даже досталось броня с одного. Так, и эти охламоны, я смотрю, тоже не хотят петь с нами песенки. Ну, за это они и поплатятся. Довольно быстро мы их распинали. Обожаю, когда все дело происходит быстро, а при том, что мы с вами обходим здание, тут, как говорится, лучше не медлить. Потому что это может затянуться на долгие-долгие часы. А нам это ни к чему, согласитесь, да? Нам нужна сама суть. Оу, ребята. Так-так, это же маленькие помощники Санты. Не тяните. Нам еще поселение грабить. Так, давайте, наверное, первую возьмем с вами. Да? Санта следит за вами. Ведите себя хорошо, а то подарков не получите. Хм, что? Он даст нам что-то за просто так? Ну, ладно. Тогда проходите. Хе-хе. Да. Смотрите-ка, можно все-таки с ними договориться? Ну, по крайней мере, с вожаками или с лидерами, кто они тут, я не знаю. Ух ты. Я босс Макс Крудж. Раньше меня тошнило от рождества. Новые веселые жители убежища меня переубедили. Так что приступим к раздаче подарков. Так. Может быть, одежду? Красивая новая одежда есть? Берите. Ну да, дал тоже мне красивую новую одежду. Оу, еще один ствол, ребята, такой же. Хм, а я хочу его. Примерить. Где он? Так, это винтовка Гаусса. О, плазменная винтовка. 17-18. А этому парнишке мы поставим с вами 16-18. Вот так вот. Все. В данный момент укомплектованы они у меня то, что надо. И у нас остался здесь, ребят, с вами последний этаж. А, и охламоны опять. Напросились. Так, двукратный урон. Как говорится, хэдшот. Хе-хе. Ну давайте, давайте. Итог. Девочку тут бомбим. Двукратным уроном. Ну, в принципе, он и не нужен был здесь. Мы бы и так победили бы. Ну, ладно, чтобы время не терять. Оу. Одна квантовая колочка нашлась. Слушайте, а действительно, для чего в этой игре нужна удача? Может быть, для частого крита? Или действительно, для поиска каких-нибудь там рецептов? Ну, увеличивают шансы, как говорится. Так, ладно, давайте этого панкушу завалим. Готов хламон. Давайте залутаем теперь их крышки. Кстати, мы с вами нашли полторы тысячи крышек. Неплохая прибавка к нашей казне. Мы с вами сможем дальше хоть как-то развиваться. И как вообще мне пришла в голову мысль покинуть убежище? Эй, тихо, 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 тихо. Я не это хотел сделать. Эй, ребята, вернитесь, вернитесь. Хорош, хорош дурковать. Давайте в эту комнату обратно. Вот, молодцы. Просто честно, случайно получилось у меня. Я не хотел. Да что ж ты будешь делать? Ну, неугомонный, а ну. С ножичком там, с кухонным каким-то. Ёлк-палки против винтовок, а. Он что-то тут хочет сделать. Насмешил меня просто-напросто. Готовы. Ненавижу это место. Вилсон говорит. Так, подожди. Вот о чем я, ребята, говорю. Что хочется вот так вот просто передвинуть кран, а получается захватываешь персонажа. И ненароком его куда-нибудь отправляешь. Нечаянно даже. И вот она, последняя комнатка. Мы ее, ребята, зачищаем. И будем возвращаться к себе на базу. Я не знаю, у нас колы хватит для быстрой пробежки. Или нам придется все-таки опять пиликать пешком. Так, ё-моё. Как мне надоело эта шерсть. А сколько ее здесь? Все. Ну что же, давайте возвращаться. Если не так уж много потребуют. Например, там 3-2. То можно будет добежать. Хотя особого смысла и нету, если честно, бежать, да? Тратить колу 2. Ну ладно, давайте дойдем мгновенно. Фиксим. Шмоток у нас здесь много. Рецептов тоже дофига. Так, собираем. И давайте начинать, наверное, задание за этих ребят. Потому что они тоже у меня там заждались. Единственное, что мне не нравится вот в этой во второй команде моей. У них очень слабое боевое оружие. Как бы нам тут не пришлось затянуться с этой миссией. Ладно, сейчас посмотрим, во-первых, кто нас здесь будет встречать. Какие монстры, какие тут кто. Но явно, наверное, не рейдеры. О, черчожик, это хорошо. Они нам всегда нужны, я им всегда рад. Так, оу, смотрите как, гули. Здесь у нас гули, гули, гули. Давайте насыпем немножечко зерна, чтобы они успокоились. Вот о чем я вам и говорил. Вы сами видите прекрасно, сколько они у меня дамажат. Кисловато это все, конечно. Надо будет, если честно, поменять им стволы. Хотя бы взять те пушки, которые у нас были в первой команде. Там же мы нашли с вами две плазменных и забрать Гаусса, да? Две винтовки можно, в принципе, и всучить вот этой команде. Я думаю, это будет им самое то. Потому что что они тут ходят с какой-то пукалкой, блин? И хотят еще здесь что-то мне наделать дел. Вот, да, они тут быстрее. И очень долго времени тратят. Вы посмотрите сами. Ух, как все это долго затягивается. Да. И мне нужны животные, ребятушки. Очень нужны животные. Я, кстати, наверное, все-таки у Барона заберу собаку. Барон же его звать, по-моему, да? Которая дает на 4% быстрее возвращение из пустоши. И у меня будут вот две команды выездные. Потом, конечно, надо будет еще делать третью команду. Потому что мы с вами можем сделать потом три рейда за один раз. И мне нужно будет три боевые команды. Как бы две у нас уже, грубо говоря, сформированы. Покумекаем на третьей. Главное, чтобы у нас хватало жителей. Как-то странно. Мы с вами идем-идем, и никого нету. Вы заметили, да? Тишина и благодать. И в данный момент, это, я так понимаю, какие-то у нас пещеры. Да, видно какая-то шахта. Мы по шахте с вами передвигаемся. Так, ну. Оу. Мы шли к бабушке. Ну, похоже, немного заблудились. Хуже того, запах тыквенного пирога, который мы несли, привлек всех монстров в пустоши. Пожалуйста, возьмите эти крышки. Пусть мы хотя бы так сможем вас отблагодарить. Или, может, вы хотите взять ланчбокс? Валтек? Конечно, я хочу взять ланчбокс. Ёлки-палки, какие крышки, блин. Ну. Вот, держите. Надеюсь, внутри что-то хорошее. Но, ёлки-палки, не зря мы с вами бегали, да? Ланчбокс это всегда приятно, потому что он непредсказуем. Это как, ребята, в хастл-кастл. Ты что-то покупаешь, да, сундучок? В надежде, в надежде что-то с него получить. Кстати, ребята, насчет хастл-кастл. Мои персонажи, как вы помните, там я постал раскачиваться, да? Но, не выдержал, не выдержал. И, всё-таки, вышел я. По одному уровню я заработал. Они у меня сейчас, в данный момент, если не ошибаюсь, 91 уровня там уже стали. Вот, в общем, в ближайшее время ждите серию. Сегодня, завтра, в общем, она выйдет. И посмотрите, что там. Я копить хотел на новое здание. У меня там работяга освободился. Но, потратил их на кое-что другое. В общем, всё это увидите потом. Так, ну, а в данный момент мы разбираемся с этими крысами. Уже разобрались? Потому что они ватные. Хоть с крысами мои солдатики справляются на ура. Но давайте только не надо говорить, что вы сейчас будете появляться в каждой комнате, а? Не притормаживайте мне серию, ребятушки. Не надо этого делать. Я хочу просто по-тихому быстренько здесь пробежать, залутать. Тем более, основное задание я уже выполнил. Спас этих ребят. Навестил. Шли они, видите ли, к бабушке с пирогом, с тыквенным, блин. Где же они ещё тыку-то нашли, а? Да ладно тыку. Где они приготовили его? Тут ни плиток, ничего нету. На костре, что ли, делали? Ладно, фиг с ним. Это уже совсем другая история. Главное, что пирог у них уцелел. Причём у них было очень много крышек. И даже ланчбокс. Это такие, знаете, зажиточные, видимо, какие-то ребята были. И мне очень повезло, что я их встретил на своём пути. Ух ты, сколько у нас тут чертежей нашлось. Ребята, это просто шикарно. Так. Чёртово приближение вот это вот меня нервирует. На весь экран. Давайте долбанём на 1,25. Ну, стреляем, стреляем. Последний охламон. Я надеюсь, это у нас тут. И всё. Ага, всё. Конечно, я думал. Ну что, ребят, я вам скажу одно. Сейчас мы зачищаем эту комнату. И, в принципе, всё. Можем отсюда сматываться к ядре, не фене. А точнее, к себе в убежище. Всё. Лежат и расслабляются. Но колы, по-моему, у нас больше нет. Поэтому этим ребятам придётся бежать. Причём весь путь. Сейчас проверим. Не буду врать вам точно. Но, по-моему, я всё-таки потратил 2 последние колы. Так, ну-ка, дойдут. А-а, нету, ребята, у нас. Поэтому им придётся весь этот путь просто-напросто бежать. Ладно, фиг с ним. Нам, как говорится, спешить всё равно, ребята, некуда, да? Сейчас мы здесь с вами пока немножечко порыскаем. Так, что у нас тут? Как у бабушки в гости. А, это выполнено. Оу, веселье для гулей. 4 часа, ребята. Обязательно надо делать. Тем более, там приз. Ланчбокс. А он нам нужен. Я ещё раз посмотрю. Это... Так, вот я, кстати, у Ноха. Бартом будем его называть. Надо будет забрать псину. И поставить моей основной команде. Так, давайте начинать задание. Но тут, как всегда, гули вовремя. Так, у нас где-то здесь незнакомец должен быть. Вот он. 435 крыльев. Мы с него сняли. Ладно, гули, в принципе, не такие уж и сильные. Поэтому при их разборке ничего сложного не должно у нас быть. Винтовка Гаусса. Да, давайте возьмём её в руки. Всё. Эти у меня ребята побежали. Ну, а этих будем сейчас с вами расстреливать. Так, ну-ка, возьми-ка ты вот эту штуку. Вот у булей, знаете, что хреново? Что они заражают радиацией моих жителей. И это очень плохо. Это очень плохо. Так, а ты как тут у меня? Вы посмотрите. Просто жизнь тает на глазах. И причём, мало того, что она тает, он ещё и радиацией заражается. Да. Надо будет, ребята, наверное, нам вскоре ещё ставить одну медичку и одну по ротпакам. Потому что надо будет очень часто потом хилиться, снимать радиацию. Так, 175 крыжек с вами зарабатываем. Что у вас, ребята, вообще в руках? Что за пушки-то, а? Так, ну-ка, давай-ка мы тебе вот это поставим. Лучше уж на семёрочку бить, чем 5-7. Так, погоди-ка, погоди-ка. 9-1 зайти. Самое то, что надо. Вообще, желательно всех жителей одевать, ну, по крайней мере, не по шмоткам. Шмотки, потому что они у нас, как говорится, для каждой комнаты особенные. А оружие желательно лучшее надевать, которое только есть. И начиная с первых верхних этажей. Потому что монстры идут сверху вниз. Так, ну что, вроде бы как и всё, ребята, да? Те у меня побежали на задание, другие возвращаются. Естественно, нам на это понадобится определённое время. Думаю, что можно, в принципе, смело заканчивать эту серию и продолжать уже в новой. Так что, ребят, так и сделаем. Будем с вами прощаться. Всем, конечно же, спасибо за просмотр. Если что-то есть вам добавить или мне подсказать, всегда рад увидеть это в комментариях. Ну, а на этом всё. Будем завершать это видео. Как говорится, всем удачи. И до новых видосиков, ребятушки. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!